Привет, друзья! Начало второго круга, шестой тур супертронера Norway Chess. И пару раз были следующие. Карлсон белыми играл с Дингом, наверняка рассчитывал на победу. Феррус же играл белыми с Прагнанандой, тоже наверняка рассчитывал на победу. И также Накамура в партии с Каруаной, учитывая, что последние партии просто разносят Фави пух и прах. Я думаю, тоже хотел зацепить этот матч, по крайней мере, Нака. Но не у всех планы удались, скажем так. И надо сказать, что этот тур стал апофеозом антикомпании Динга в этом турнире. Смотрим. Следующая паица у нас на доске в партии Карлсон Динг. И первые ходов 20 Динг даже держался, в принципе, более-менее у него паица была. Потом Магнус начал перекатывать, но здесь совершает довольно серьезную ошибку, рассчитанную, видимо, на форму соперника в чистом виде, потому что сильнее было, чем Ферс Х5, потому что Магнус делал ладья же один намного. И вот я уже стрелочки нарисовал, тут ладья идет на Ж4, дальше на Д4 слабость, вторая идет на Ж1, на Ж7 слабость. Где-то ладья пойдет на Ж4, где-то, может быть, Ферс выскочит на Ж5, на Ж7 слабость. В общем, куча слабостей, и ком как-то держит еще, но, по-моему, очень тяжело паица. Черные должны развалиться. Магнус решился вообще слишком долго, и намного проще напасть на мат, и вот сложно поверить, но вот эта партия закончилась, сейчас скажу, через три хода. Три хода. Вот этот 27-й ход у нас на 30-м ходу партия закончилась. Почему на 31-м ходу черные должны были получить мат? Вот можно поставить на паузу, знаете, есть такие этюды, кооперативные называются. Вот можете поставить на паузу, составить кооператив здесь. Идея в том, что черные начинают, белые начинают и ставят мат в три хода, а черные на это не сопротивляются. Последовала Ферс Х5, Ферс Ф8, ладья Е4, типа пешка на Д4 висит. И здесь, кстати, у черных был вполне нормальный ход Х6, и после взятия пешки конь выходит на Е5. Тут тоже я стрелочки нарисовал, но ладья идет на Б2, это понятно, по второму ряду она будет оперировать довольно неприятно. Конь дает на Д3, и где-то Ферс может выскочить на Ц5, матов каких-то конкретных нет. Конь очень сильный. И, кстати, король белых скорее даже более слабый. Наверное, сложно сказать, чей король более слабый, но у белых точно он не в полной безопасности, это 100%. И контраграют, я бы сказал, что это поется просто на три лютата, по компу равное абсолютно. Но не факт даже, что я белых здесь брал. Поэтому это было сильно. Ну а для чего Х6 ходить, чтобы не получить мат Первый этаж 7 и Ладья Х4? Много мы про них говорим, но я уже каждый обзор говорю, что хватит тему ссорить. Но мне кажется, уже пора поднимать вопрос о том, чтобы он выбывал из турнира. В принципе, обычно эта практика не приветствуется, но я думаю, что организатор даже не люди какие-то, которые будут заставлять тебя играть в шахматы, даже если ты явно это делать не можешь. Поэтому мне кажется, пусть он лучше возьмется за здоровье свое, поправит и возвращается. Я думаю, что его все будут ждать. Но сейчас уже вопрос не о шахматах, мне кажется, стоит, а именно о какой-то жизнеспособности чемпиона мира нашего. И я это серьезно говорю, не то, что я ситуацию пытаюсь драматизировать. Уже, мне кажется, никто не смеется, никто не потешается над Дингом. И вопрос, мне кажется, должен стоять о выходе из этого турнира. И еще, конечно, вопрос стоит о матче с Гукишем, потому что за полгода не удастся прийти в себя, а учитывая, что уже полтора года прошла с момента развала какого-то морального и физического Динга, и он до сих пор ничего не может сделать, возможно, вот эти полгода до матча тоже ничего не дадут. И будет очень неприятный этот матч, что ли, смотреть, потому что будет страшный разгром абсолютно, и получится Динг просто придет, вот знаете, как на теннисный турнир приезжают, получил, чек в первом круге вылетел, и на следующий турнир поехал. Здесь просто Динг придет за чеком, судя по всему, если ничего не поменяется, и это, конечно, будет больно смотреть. И это будет такой суррогатный матч на первенство мира, на мой взгляд. Поэтому, ну, либо надо что-то уже сделать, либо надо как-то шахманному соучу сказать, Динг, мы тебя уважаем, мы тебя любим, но, блин, дай нам посмотреть матч нормальный. Пишите, что думаете. Это какая-то уникальная, по-моему, ситуация абсолютно, я даже такую не припомню, чтобы что-то подобное было на моей памяти уж точно. Перейдем к более позитивным новостям. Партия Феруджо Прагнананда. Очень сложная позиция, интересная. И вот почему я на этом моменте именно, начиная обзор этой партии, потому что здесь есть сильнейший козвод и появится, первая линия с большим отрывом, и Феруджо ее нашел. Затратив, правда, 19 минут на следующий год, но Феруджо ее нашел. Я бы мог попросить вас поставить на паузу, попытаться найти. И я отказываюсь это понимать, почему H3 настолько сильнее, чем любой другой ход. Вот это очень странно, на мой взгляд. Это единственная идея, где-то я вижу, что в конь H2 можно пойти в Х5, конь H4, как-то так перевестись, потом на H6 начать жертвовать. Но не то, что у меня глаза на лоб полезли, но именно тот факт, что это сильнейший ход с отрывом, меня, конечно, очень удивил. Последовала Ладья H6, Ладья H3 тоже, кстати, не глупый перевод. Может, Ладья H3 придет. В общем, на самом деле, один ход еще белым, дайте конь H2, и я думаю, что партия закончится. Ладья H3, просто посмотрите, как здесь все фигуры белых будут принимать участие в атаке. Король черных это не переживет. Надо срочно что-то делать. Играет конь C6. Праг нападает на Ладью. Конь C5 перекрылись. Ладья B6. Ферзь C2 напали на мат. И вот здесь, конечно, никаких же G6. Ну, G6, просто слон H6 сразу проигрывает. Но довольно точно здесь Праг отыграл. Прям из очень опасной ситуации выпортился, можно сказать. Ладья B1, но пошел, пожертвовал качество. Но после ферзь B1 забираем пешку на D4, забираем коня на C5. Висит конь, висит Ладья. Может, можно было еще Ладья D3 пойти, но тогда, допустим, там у числа H6 с этой стороны и Ферзь C4 с этой стороны. Черная перекладка инициатива. Очень важно, что избавились от слона B1, который вот все вот эти угрозы создавал по диагонали. Поэтому конь C6 было сыграно вместо Ладья D3, Ферзь C7, Ладья G3. Теперь висит на H6, поэтому забирать на C6 нельзя. Была бы грубая ошибка. Король H8 сильнейшая, Ферзь B5 сильнейшая, Ферзь B6 сильнейшая. И вот, видимо, полуфорсированно мы пришли к подобному эншпилю, где, несмотря на лишнее качество, это, видимо, просто бедейшая ничья. Два слона здесь, плюс пешка. Слон А с D5 никак не сбить. Согласитесь, просто ничего в этой поице. Я, по-моему, один раз проиграл что-то подобное, мне кажется, без слонов чернопольных и без ладьев. Слон на D5 против ладьи. И такая же структура была. По-моему, все равно должна быть битая ничьяная. Кто-то умудрился проиграть. Но здесь даже не стал пробовать Ферзь. Перешли в Армагеддон. И в Армагеддоне владела инициативой Ферзь. И всю партию нужно было побеждать. Но при этом праг неплохо защищался. Единственное, что все-таки проседал по времени. И здесь последовал какой-то... Хотел сказать, странный ход. Но он действительно странный. Но, с другой стороны, на секундах я видел выходы более странные. Прямо скажем. Последовал слон D7. Но пешка на E4 просто отдал праг. А вот если стоять, ладья А4, ладья А4, ладья А4, ладья А4. Тут, в принципе, ничьяперёк-то вроде не назвать каким-то супернеобычным. Единственное, что ладья на G4 стоит. И вроде уже почти мат. Но при этом конь на F5 режет эту ладью. И как белым усиливаться здесь? Я вот так читаю тут линии втихаря. Комповские. И комп просто ходит туда-сюда, на самом деле. Ладья А8, ладья А8, король А1, король А2. Может, это просто ничья. Не знаю. Наверное, у белых какие-то планы здесь должны быть. Но это надо прям сидеть тут часик. Подумать, поразмышлять. И, скорее всего, всё равно чёрные должны держаться. Но слон D7, ладья А4. Удавая пальца, конечно, проиграна уже. И потихоньку здесь добил. Добил Айреза. И победил. Кстати, вот прикольный дальше манёвр слон Е5. Либо меняем ладьи, либо съедаем на F6. Ну, можно было ещё, кстати, ладьи поменять. Пойти к ним по ниж 4. Скорее всего, выграно. Кстати, разноцвет может быть вообще в пользу белых здесь играет. Потому что пешка G7 будет сложнее её защитить. И при случае ещё матовые какие-то идеи. Кстати, знатоки мне стало интересно. Если поменять все пешки, это выграно или... Не выграно ли это позиция? Мне кажется, она вполне может быть выграно. Учитывая именно разноцветных слонов, что по чёрным полям чёрные не смогут защититься. Так что пишите, как обычно, что вы думаете на этот счёт. Ну, а здесь просто пешку ещё праг зевнул. И дальше уже неинтересно. Ладьи F7. Победа. Феруджи выиграл. Ну, и последняя партия... Последняя пара игрового дня. Это Накамура Каруана. Класснику белыми Накова вообще ничего не получил. И... Что несколько удивительно, потому что выиграл он много партий. Уже подряд до этого я говорил. У Каруаны. Но здесь то ли не собрался, то ли ещё чего не знаю. Но не получилось у него, откровенно, ни классика, ни... Ни Армагеддон. Смогу даже прокрутить дебют. Потому что здесь, в принципе, у них такой же был дебют в... Классику. CD. Единственное, что Ферзь F3 ходил в классику Накамура. Ну, перевеса от этого больше у него не стало. Здесь он пошёл на какой-то эндшпиль странноватый. Поеду чёрных полнейший комфорт. Здесь, правда, почему-то аж 4 какой-то ход. И плюс 0,2, но... Слон G5 вроде как по-человечески расставился здесь Нака. Но вот укрепился, очень важно, по белым полям Фаби. И уже у чёрных полный порядок. И визуально, и по компу, и как ни крути. D5 странный ход. Возможно, надо было всё-таки коня куда-то переставить. Можно даже поменять его. Хотя белым нужно побеждать. Тоже размены особо невыгодны. В общем... Ну, вот странно здесь. Не уверен, насколько... Как надо белым трактовать позицию, учитывая, что нужно побеждать. Но, в любом случае, в чёрных порядок должен быть. Попытался прорваться здесь Нака. Ну, здесь, кстати, последний, видимо, важный момент был в партии. Реально. Надо было сыграть коней Ф1. И попытаться всё-таки одного из коней выменить. На коне 4 пока ладится 1. Дальше либо конь Е3, либо конь Д2. Ну, просто конь НЖ3 у нас абсолютно вне игры. Конь С4... Опасная фигура. Вместо этого король Е1 быстро сыграл Хикару. А6. Ушёл обратно. И тут ещё смешно, что начал Фаби в позиции с минус 3 спекулировать на то, что его нищая устраивает. Что начал то на это, то на это нападать. Здесь, то есть, конь Ж3 уже не пойти. Пришлось Е5 ходить, конь НЖ3 залез. С5. Полная доминация чёрных. И, на самом деле, удивительно точная игра всю дорогу здесь была от Фаби. Я даже... То есть, ну, это визуально видно, что он особо ошибок не делал. Я потом чекнул, точность у него действительно была 95 и 14 потерь... Средняя потеря с антипешек. Что, насколько я понимаю, довольно высокий уровень. То есть, если меньше 20, то это уже порядок. Да, ну и здесь перевёлся, перевёлся. Нак, естественно, начал крутиться, как не в себя, когда уже поиск стало совсем проигранно. И многие бы, наверное, тут потеряли холнокровие, но не Корванус. Не первый год он на этой работе. С2 пошёл. То есть, конь Б6 сначала. С2, кстати, тоже можно было. И на конь Ф7 мат какой-то грозит. Но с Ж5 есть. Маты кончились. Опешка проходит. Ну, конь Б6, наверное, по-человечески почётче. Напали на ладью сначала. С2, а и на конь Ф7, ладят Ф8. Защитились от Мата, пешка проходит. Чётко очень победа от Каруана. И у нас, друзья, новый лидер в турнире после этого. После того, как Накамура не смог победить в Армагеддоне. Магнус Карлсон вырался на первое место. Хикару на втором. Праг на третьем. Аливера четвёртая. Чуть-чуть подтянулся Фаби. Не набирает очков. Динг четвёртое поражение подряд. Это реально грустно просто. Грустно за этим наблюдать. Ладно, ещё раз я всё высказал. Так, что у нас ещё? У нас ещё женский турнир. Произошли некоторые события. В том плане, что чемпионка мира, которая до этого выиграла пятеро Магеддонов из пяти, в этот раз первый раз выиграла партию в классику. У Вайшали больше ста ходов партия длилась. И в итоге она обошла свою конкурентку Вайшали на пол очка. И, кстати, на пол очка ещё обгоняет Вайшали Анна Музычук, которая выиграла две партии в классику. До этого, напоминаю, что она типа двадцати партий не могла выиграть. Но здесь собралась на этот супер турнир. И, к сожалению, замыкает таблицу здесь Пия Крамник. Ну, ей действительно тяжело. Но борется, борется. Может, кстати, ещё и четвёртое место найти при случае. Чего я и пожелаю. В общем, ситуация серьёзная, друзья, у нас. И ждём ваших фидбэков на эту тему. Животрепещущие. Животрепещущие. Живот. Живодёры. И ждём вашего фидбэка на эту тему. Потому что надо нам шаг на нашем сообществе что-то с этим делать. До следующего обзора. Пока.